Экологическая ситуация на курорте – одна из главных тем обсуждения на заседании муниципального совета. Чистота моря и водоемов напрямую зависит от количества гостиниц. Межрайонный прокурор Анапы озвучил некоторые цифры. Так, в прошлом году поступило более 30 жалоб на нецелевое использование земли. Как правило, предприниматели получали разрешение на строительство частного жилого дома. Вот здесь, когда мы рассматривали вопросы ЖС, да, то есть, да, есть законодательство, да, можно строиться по уведомлению. Но в конце что мы получаем? Мы вообще ничего не знаем, кто, где, как начал строиться. Он пишет там, скважина, сырки, все, приходит за разрешением на строительство, у него уже этаж стоит. Теперь администрация курорта не будет рассматривать уведомления о планируемом строительстве или реконструкции частных домов в муниципальном образовании. Если их нельзя подключить к системе водоснабжения и водоотведения. Совместно с прокуратурой они будут выявлять нарушителей и принимать жесткие меры. СУКО – это первоочередная наша задача. Ну, а там, по ходу, мы займемся и незаконными выбросами в Витязеве, в Лиман, а также в Станице Благовеческое. Вот это три наших приоритетных направления. Конечно, не останется без внимания и город Кулактанал. Не обошли вниманием депутаты и вопросы патриотического воспитания. В рамках месячника оборонно-массовой работы пяти общеобразовательным учреждениям присвоили имена героев. В рамках проекта шестая школа была названа именем Дмитрия Калинина, шестнадцатая – генерала-фельдмаршала Ивана Гудовича, а школа Станицы Анапской – Виктора Амелькова. В конце прошлого года имена героев были присвоены пяти общеобразовательным учреждениям. Когда президент получал нам грамоту города воинской славы, он сказал, что это дань и признание подвига всех поколений, и анапчан, и всех, кто сражался на этой земле за свободу и независимость Анапы. В составе администрации произошли кадровые изменения. На должность начальника управления капитального строительства депутаты утвердили кандидатуру Николая Трофимова. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.